Сегодня у нас 5 августа 2022 год. Я тут лепёшками занимаюсь на кухне. Вот у меня уже третья лепёшка поднялась. Это две. Я их сильно печку раскащикарил. И мне начали гореть. Вот даже ещё вот пришлось снять, чтобы остыли немножко. Видишь, что это испортит. Чернушка наша с белой мордашкой. Вот, а тут Игнать их отдельно занимается своим делом. Набрал вишни. Сейчас её перебираю от косточек. Тут надо было вам какую-нибудь бумажку постелить. Ну, теперь уже ничего тут уже. Ладно, вот. Заканчиваем. Видишь, какой здесь по локоть. Глазный. Я их просто вот собирал. А теперь вот так вот выдавливаю. Косточки в руках. В чашку. А потом в чашки там их отмываю. И пью. А это уже на варенье пойдёт. Ну, и ещё тут просматриваю, где упало. Ещё раз прожимаю вот так все. Косточки есть, нет. Как будто нет. А я потом сахар засыпаю и вареньем. Вареньем. Одиннадцать. Десять, одиннадцать. Двадцать? Да, двадцать минут двенадцать. Час десять я уже здесь. Одинчас десять минут. Удобно так. Ни о чём не думаешь. Пропел все песни. Какие я знал и Богородица. И веруя, и отчий наш. Ну, и что вот так, наизусть знаю. Так приятно. Представляешь, зимой так вот варенье будет. Деревня. Притом это, вот подают иногда. Говорят, вот так начали выращивать огурцы, помидоры. И там много. Много, да как отравы напущено, много. Человек продал, ушёл спать. А кто съел, корёшиться, уснуть не может. Своё. А там всякие яд, нитраты. Возьми арбузы эти. На исследование-то подадут их. В доме-то держать нельзя. А когда своё. Ты знаешь, что там ещё нет. Ну, бывает такой распушённый навоз. Коровы, где отправляются. Я вижу, тут иногда нашего увозят. Вот пошёл, собрал малины. Я не знаю, продаётся они. Или мёд. Там на место мёда что угодно тебе подсунуть. У нас тут продаёт он, бывший потеряльский. Шерстобитов Геннадий Павлович. Честный человек. Сотовый мёд. Потом покажешь. Сотовый. Он мне подарки всегда дает. Я рекламирую его. Или за это. Я уж не знаю, за что он мне. Каждый раз что-то посылает. То маленький мёд. И при том цена невероятная. Трёхлитровая банка. Это килограмма четыре там, наверное-то. И было тысячи пятьдесят. А потом было даже по пятьсот рублей зимой. Сейчас свежий мёд. Сейчас свежий мёд тысячи двести. Тысячи двести свежий мёд. У него не так, что бывает, мёд перетопляют там как-то. Не мёд, сахар. И дают пчёлам. Они его перерабатывают. И на мёд похоже. А у меня мама, она занималась пчёлами. Своих было у ней. Ульев, наверное, двадцать пять, тридцать. Дома. Я работала на пасеке. Как раз Ксения Михайловна, это и на Ди Павловича-то, и мать была. Ну, как-то даже, видишь, пересекаются пути. И вот он мне говорит, что да, делают так. А мама на базаре подошла к одного мужику-то. Настоящий лёд. Настоящая мать, бери. А мама взяла его какой-то, я не знаю, какой-то способ. Прямо тут же сразу, я говорю, ну, у тебя надо сахар один. И как ему не понравилось. Потому что не понравилось крепко. Я как-то на вокзале стоял. Я и один человек, близко мне знакомый. Молодец и прилично. А приехал в город Барнол лечиться от алкоголизма. И в это время мы стоим. Брат у меня стоит, мама, я. И этот, который лечиться приехал, тоже среди нас стоит. И в это время подкатил какой-то бомж. Ну, видно, кто он такой-то. И прям сходу, не разговаривая, еще подошел к нему вот так. Пойдем на троих сообразим. А он уже отлечился. Ну, то есть лечился. И до того он удивился, говорит, а как он меня узнал? Ни запаха, ничего нету. Узнал? О! Это вот у меня получились косточки. Ух, сколько еще. Смотри. Выжил. Ну, это все у меня здесь закончено. Я, наверное, пойду туда лучше. Сейчас здесь. Подмывание. Ты мне двери откроешь? Вот сколько я тут набрал? Ну, вот так оно и есть. Сейчас 15 минут. Сейчас 10 минут. Прочи, я вот. А то удовольствие. Ну-ка. А я ловлю сенсорно. Ну, вот так вот. Ладно, сейчас пойду тоже лепешки достряпывать. Это уйдет время. Вот он наш шарик. 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 Вот он какой. Мордашка у него. Красивая, да? Господь тебе дал такую мордашечку, да? Да. Шарик он у меня там. Ну, все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Шарик. 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 Слава Богу.